Я люблю смотреть новости. Для меня это такой бесконечный телесериал с двумя главными героями, нашими президентами. Их в народе так и называют, наши президенты. Вообще, наш народ выручивает чувство юмора. Когда у туристов русских за границей спрашивают, как фамилия вашего президента, они отвечают, медвепут. Но в последнее время мне особенно нравится тот президент, который действительно президент, я имею ввиду по званию. Я заостряю ваше внимание, что звание и призвание это слова совершенно разные. Вот, по-моему, он не доиграл в детстве в какие-то мальчишеские игры. Особенно не доиграл в юношести в компьютере. Куда ни приедет, он всюду садится за клавиатуру, начинает с необычайным наслаждением, восхищением тыкать пальцами в клаву. Любимые слова, инновация, инвестиция, модернизация. Причем он сам тащится от этих слов совершенно искренне. Я вполне допускаю, что он очень добрый человек, но как, вот интересно, он никогда не задумался, как можно говорить в первую очередь о модернизации, о силиконовой долине в стране, где еще... Где загажена природа, где мусор валяется даже в тайге, где рушатся дома престарелых, где падают потолки в неотремонтированных школах, неизолированы провода. Когда я зашел в один из домов, оголенные провода прямо по стенке, никто их не собирается приводить в порядок, зато рядом подпись осторожно, оголенные провода, мокрыми руками не трогать. То есть вроде как сухими можно. И вот как это все можно модернизировать? У меня ощущение, вот если бы не мое чувство юмора, я бы в бешенство пришел от слов Медведева. Я... Вот у меня ощущение, что он никогда не был ни в одной деревне, ни в одном провинциальном городе российском. Он интересно знает, что в некоторых деревнях российских до сих пор пашут на лошадях. Как он хочет это модернизировать? Какие нанотехнологии? Седло на лошади с самоподогревом? Проститутки стоят вдоль всех российских дорог. Конечно, я понимаю, их можно поставить на панель плазменную, а не на простую панель. А вот еще недавно мне пришлось ехать, да, ехать на Хамаре, непросто, между Новгородом и Псковом. Проехал бы однажды наш Медвепут там. Вот что он там хотел бы, чтобы он там модернизировал, если через три часа езды по этой дороге, внимание, как говорит писатель Сатирик Задорнов, наберите воздуха в грудь, разварился, готовы выдохнуть? Хамар. Хамар испортился, и мы вынуждены были остановиться. А у дороги, такой простой человек, покуривал слегка, от нечего делать. Я его спрашиваю, что такие дороги? Он говорит, так же зима, зима же была же. Вот, растворился асфальт после зимы, вместе со снегом. А потом затянулся и добавил, и с бабками добавил он. Как? Мне хочется все время задать вопрос нашему президенту. Вы как собираетесь это все модернизировать? Если модернизировать ужас, получится ужас модернизированный. Ах, а зашел бы он в туалет придорожный, о-о-о, и вот там постоял бы, вот в этой своей позе, необычайный, гордый такой, галстук, вот, и в придорожный туалет, чтобы он зашел, поглядел, вот, где нет, вы все знаете, где нет унитаза, а сердечком вырезана в полу вот эта дырочка, и подумал бы, что там можно модернизировать. Как на жидкие кристаллы это все перевести? Какие нанотехнологии использовать в этом? Конечно, можно сделать дверь на фотоэлементах, а обложить жидкими кристаллами сердечко, если кто промазал мимо, дверь не открывается. Как нашим правителям не приходит в голову, что сначала надо убрать в стране мусор? Нет, ну можно, конечно, можно, конечно, использовать нанотехнологии, и можно, можно придумать робота-дворника, который будет ходить по городам, по весам, по нашим загогулиным российским, и как только человек бросил мусор, он его берет, робот зашел, говорит, у, сука, подбери, говорит. Я понимаю, недавно орден вручили Чубайсу, вот, наконец-то, выслужился за нанотехнологии. Ну, заодно вручили орден за то, что взорвалась Саяна-Шушенская ГЭС. Причем наш премьер удивляется каждый раз, так искренне, глядя на нас, телезрителей, мол, что произошло, почему? Почему это взорвалось? А вы не знаете, господин премьер, народные приметы? Если Чубайс откуда-то ушел, там взорвется. Нет, ну, ушел, молодец, уже заслужил орден. Теперь переведен он правильно, он отвечает за нанотехнологии, теперь ничего не взорвется, не может взорваться то, чего нет. В народе тоже его теперь называют правильно, Ананотолий. А вот интересно, во многих концертах я рассказывал об одном славянском мифологическом существе, но это было все вырезано из всех телевизионных передач. У нас же на телевидении очень боятся упоминания таких слов, как президент, Медведев, Путин. То есть, вот задумайтесь, друзья, вот порнографию можно показывать по телевизору? Садизм можно, мазохизм можно, все нечистоты, мат, выливать на телезрителя? Медведев нельзя говорить слово. То есть, получается, что это слово президент, Медведев, эти слова еще страшнее, чем порнография, чем мат, чем все эти грубости и страшилки голливудские. Возвращаясь к тому, отчет влёкся. Было мифологическое существо, говорю это шепотом, никому не передавай. В глубочайшей славянской древности называлось оно Чубаси. Третьесортное мифологическое существо. Так написано в славянской энциклопедии. Не в славянской энциклопедии, а в одном из словарей по нашей мифологии. Фух, сейчас сам выдохну. Чубаси по-русски, Чубысь по-белорусски, Чубайс один к одному по-литовски. Итак, третеразрядное мифологическое существо. Готовы? Готовы точно? Мелкий домовой пакостник. Воровал энергию дома. А теперь главное. Это можете записать и передать всем. Изображался рыжий крысый с человеческим лицом. И вот после всего этого кавардака, этого кошмара, мы слышим, нам нужна силиконовая долина, нам нужна модернизация. Потрясающе. Как же порадовал меня президент, когда сказал, что надо сократить часовые пояса у нас в России. Конечно. Вот без этого мы жить не можем. Это главное, что надо сделать в России. Сократить часовые пояса. Ну, правда, на Дальнем Востоке молодые люди обрадовались. Они решили, что теперь можно будет до Москвы долететь не за 7, а за 4 часа. Но более всего, конечно, Медведев пора... Вот правильно я как-то сказал на сцене. Сорвалось само. С заводной медвежонок. Вот завели, ходит, говорит, 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 говорит. Вот знаете, так ребенок говорит в прихожей у двери перед тем, как пойти в школу. Он так не хочет в школу идти. Вот стоит он, мама на нее надела уже рукавички, пиджачок, уже шарфик завязала, вот этот галстучек. А он вот не хочет идти. И он все время инновации, инвестиции, модернизации. А мама ему отдерни так пиджачок, курочку отдерни и так по попе. Раз, говорит, пошел. И он пошел. Вот так хочется сделать сегодня нашему президенту. Отдернуть пиджачок, поправить, галстучек звать. Давай, иди делом занимайся. Кстати, вот молодец Обама. Вот завидую их президенту. Да-да, американцы уже не такие тупые. Я беру свое слово обратно. Какой он тактичный человек. Он, когда идет рядом с Медведем, он немножко пригибается. Он такой, такой вот, такой немножко. Обама обычно, когда с другими встречается, он так похлопает по плечу, так сверху. Ха-ха, мой гайз, гайз, ха-ха-ха. Такой, шармэн. А когда с Медведем, он вот так, раз, и так похлопает. Немножко Кащея напоминает. Я думаю, что Медведев тоже должен быть политкорректен. И подзагореть перед следующей встречей с Обамой. Чтобы они взаимовежливы были. Ой, как он меня порадовал, наш президент. Да и вообще всех интеллигентных людей, мыслящих. Когда сказал, что гордо, гордо заявил, что скоро в каждом доме в России будут телевизоры, работающие по системе 3D. Замечательно. Вот воды не будет, водопроводы работают не будут, а вот 3D будет. Вот это очень важно. Вообще интересно, да, никому из них не приходит на ум починить водопроводы. Ведь вода в России, в России, где самое большое количество воды в мире вообще, даже если не брать в расчет, что мы на берегу Тихого океана находимся, одни реки взять, озера с прудами, самая плохая вода в водопроводах. А зубы у российских людей, если не золотые, то напоминают корни выворотней в тайге после пожара. Нет, 3D. Я, представляете, вот я и так-то наши новости смотрю с трудом. Меня выручает только главный амортизатор российских чувства юмора. А тут наши новости с очками 3D. Замечательно. Это в каждом углу по шейгу. В коридоре МЧС с утра до вечера. В ванне проститутки моются. Между комнатами динозавр Дина вальяжно расхаживает. И с утра до вечера за столом с тобой Медведев и Путин. Ты только говоришь, дядя Володя, передай соль, пожалуйста. Спросили бы у народа, вот что люди думают, да, про всю эту трепотню. Кстати, спрашиваю. Один фонд проводил социальный опрос. Как вы относитесь к модернизации? Интересно, что 10% сказали, что мы ничего не знаем, не понимаем об этом. А 60% ответило, что они бросили этим заниматься еще в юношеском возрасте. А вообще интересно, какие они разные, наши президенты. Вот Путин, он боец такой. Он такой. Татами в свитере ходит. Ощущение, что сейчас навалять может всерьез. Сейчас к Олимпийским играм зимние татами делают в Сочи. А тот президент, который президент, он совсем другой. Он отличник. Он хорошо учился. Он всегда аккуратненький. И так немножко подтягивается. И так идет такой. И ощущает. Да, он даже точно был отличник. Он когда сидит, он вот так вот сидит. Так всегда отличники сидели. Которые выучили слова инновация, инвестиция, модернизация. А еще у него любимое выражение социальный лифт. Осталось только вот так вот руку поднять, спросить дядя Вова, можно выйти? Ну, что вам сказать? Я представляю, что будет через несколько лет. Какая компания развернется по модернизации в России. По улучшению ужаса. По модернизации кошмара. Наши чиновники, ведь они из всего устраивают снежный ком некой компании. Это было всегда антиалкогольная компания. Я вообще давно живу. Я помню, как была компания по квадратному выгнездованию лесов по разведению торфоперегнойных горшочков. А уже, уже чиновники подхватили. Мы будем все модернизировать. Чего вы будете модернизировать? Один умудрился приехать из губернатора в храм свежепостроенный. И у священника спросить, как у него дела с модернизацией. Хорошо, наш поп такой поп-растрига, нормальный. Такой мальборо, такой пистолет подрязвый. С чувством юмора. Хорошо ему ответил. Все в порядке. Ответил он губернатору. Уже готовится проект караоке с молитвами. Ну, вообще, если касаться чиновников, знаете, интересно сделано наблюдение. Но об этом нельзя, конечно, никому говорить. Единая партия России. Партия Единая Россия. Вот партия. Смотрите, партия. Шесть букв. Единая. Шесть букв. Россия. Шесть букв. Друзья, мы три шестерки. А наш президент, вот еще мне нравится, как он их соберет, партию Единая Россия, и им, им, единорозом, надо бороться с коррупцией. Кому ты это говоришь? Они сидят и записывают, как в советские времена, аккуратненько, так все. И у них на руках часы по 50, по 100 тысяч долларов, у некоторых с бриллиантами, галстуки по 1000 долларов, костюмы все. И они записывают, и они записывают, надо бороться с коррупцией. А он посмотрит, записали, говорит, немедленно они, конечно, немедленно пишут, немедленно правы. Господин президент, как вы правы? Вот сейчас выйдем отсюда и немедленно начнем сами с собой бороться. Такой политический анонизм. Такой политический анонизм.